Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас заказ Фаберлик по 14 каталогу. Вот такой вот большой, огромный, много новинок, ну не очень много, каталоги в принципе было немного, так давайте разбираться. Почему, собственно говоря, опять в пакете, потому что опять ходила с коляской на пункт выдать, собирать заказы, у меня было двух коробках, почему-то в одной, еда, наверное, в другом, основной заказ. И я из двух коробок собрала вот в такой вот пакетище. Итак, поехали. Сразу хочу сказать по заказу Биоси, да, я думала, что в среду придут оба заказа, ну как оба, у нас сейчас эта компания Фаберлик считается, да, и я думала, в среду одним заказом все придет. Нет, заказ Биоси почему-то на понедельник, на следующий у нас с вами, да, так что ждите видео в понедельник. Будем с вами обозревать, заказала много продукции Биоси, мало что было на складе или пока не доработан сайт и приложение. Поставки идут не с основного склада России, а с другого, поэтому пока вот так. Хотелось, хотелось, конечно, побыстрее, но что делать? В общей сумме у меня заказ на 50 баллов, то есть Фаберлик плюс Биоси, да, пока вот так. Поэтому часть заказа, который вот только Фаберлик, сейчас мы с вами будем обозревать вместе с новиночками, а Биоси тогда вот теперь в понедельник. Будем разбираться, что к чему и так далее. Вроде как с 1 октября должно быть что-то налажено, и продукцию Биоси будут переносить на склад Фаберлик, и для нашего с вами удобства, как говорится, я надеюсь, все это скоро отладится и будет как положено. Итак, поехали. Что у нас тут с вами? Ну, во-первых, у нас тут с вами каталог. Каталог Биоси, да, положили бумажный, за 20 рублей он упал в корзину. Я не знаю, сколько он действует, и на нем не написано, сколько он действует. Поговаривают, что 2 месяца. Будем ждать новостей от компании. Если 2 месяца, девчонки, скажите, делать вам отдельное видео с каталогом. У нас была с вами просто презентация видео, да. А тут, наверное, давайте, может быть, так поступим. Придет продукция Биосима, ее с вами потестирую. У меня сложится какое-то определенное мнение. И к концу следующей недели я сниму вам видео с вот этим каталогом. Напишите, пожалуйста, нужно или не нужно, как бы, или я это зря все буду делать. То есть, чтобы у меня уже на определенную продукцию какие-то отзывы хотя бы были. Здесь продукции мало, выбор скудный, ну, с Фаберлик вообще не сравнить, да. Поэтому, я думаю, мы быстро с вами все попробуем. И какое-то мнение уже сложится. Так, дальше. Новиночки у меня тут сверху. Я взяла обновленную шампунь и маску Эксперт. Вот такие вот сиреневенькие. Это у нас с вами активное питание. Решила остановиться именно вот на этой линейке. Артикул шампуня 1889. Артикул масочки. Так, пока цена хорошая была, скидочная. Где артикул маски? 1890. У меня на всю серию Эксперт раньше был дикий зуд головы после первого же применения. Голова чесалась нереально просто. Только черный шампунь из этой линейки не подходил. Перепробовала все. Пахнет вкусно, цветочно, ярко выраженная отдушка. Не такие отдушки были раньше у этой серии. Однозначно шампунь сам беленький, по-моему. Или светло-сиреневый. Беленький, по-моему, такой беленький шампунь. Пахнет очень приятно. Местами лунику напоминает. Но нет вот какой-то неприятной ноты, которая мне в лунике не нравится. Вот настолько ярко выраженная отдушка, как в лунике. Если вам не нравится, то значит не нравится. Я не очень сильно сейчас люблю такие ярко выраженные отдушки. Но вот это более-менее сносная. Вот маска. Она у нас с вами приходит зафальхирована. И сейчас мы ее откроем, посмотрим. Кусок уже оторвался. Представляете? Вот она маска. Достаточно густая. Пустоту, которая с этой стороны не... А, вот стекает, стекает. Вот стекает. Но средней густоты, скажем так. А рису погуще. И отдушка такая же очень-очень ярко выраженная. Очень просто вот бьет в нос. Имейте в виду. Будем пробовать, будем пробовать. Во влогах с вами в следующем видео будем обязательно пробовать все это дело. Так, Кобберлик Лайк решила все-таки заказать себе суп. Взяла вот такой вот куриный. Я его еще не пробовала. У меня был с копченостями. И вы знаете, нет, нет. Он у меня стоял какое-то время. Надо было как бы его скушать, а он у меня стоял какое-то время. Несмотря на то, что там зимзамок, он стал сейчас горчить. В общем, я его выкидываю. Там осталось применений, применений. Порции на пять. И решила взять куриный. Мне кажется, я слышала у випов, когда они только появились, что здесь поменьше специи. Вообще, я очень люблю грибной. И томатный мне, в принципе, нравится. Но грибной прям мой фаворит. Я его с большим удовольствием, я его быстро съедаю. 157-46 артикул вот этого вот куриного. Здесь 15 порций у нас с вами получается. А где вообще написано, что он куриный? Вот, спереди не написано, да? А, вот сзади, куриный с зеленью. В общем, здесь богатый витаминный комплекс, что, в принципе, само по себе ценно. Состав мне очень нравится, он изумительный. Мерная ложка там внутри, зип-пакет. Вот так он у нас с вами открывается. Прям сегодня начну его употреблять. Он пахнет вкусненько. Видите, ложка там болтается. Пахнет куриным супчиком, да. И вот какая-то есть все-таки специфическая нотка в супах Wellness Faberlic. Она присутствует в каждом из них. Мне она приятна. Кому-то эти продукты не нравятся. Все возможно, надо пробовать. Но по лайк очень хорошая цена, поэтому пусть будет. В следующем видео тоже во влоге с вами покушаем, попробуем. И оценим. Взяла два средства для мытья посуды. Вот такой вот с депантенолом и еще один грейпфрутик. В прошлом заказе у меня был грейпфрут. Соседка у меня просила, ну не соседка, а подружка. Ну тоже, читай, соседка. Купить ей. Ей очень понравилось наше средство для мытья посуды. Хотя она такой вот человек и достаточно экономный. Знаете, она сказала, что несколько месяцев пользовалась одной бутылкой. Закажи мне, пожалуйста, еще это мегаэкономное. И оно меня во всем устраивает. С грейпфрутом 398 артикул. И мне оно нравится. Вы знаете, нравится. И оно достаточно густое. Вот у меня приходит... Вот это, мне кажется, вообще гуще даже чем-то приходило в заказе. Здесь как-то фаберлик зависит от партии. У меня вот самая жидкая, которая была, это яблоко. У кого-то самая жидкая была малина и так далее. Мне кажется, от партии зависит. 0 плюс вот это вот тоже моющее средство. Поэтому я сейчас детское не беру. Мою вот таким средством и соски и бутылки. Так, и с депантенолом. Мне кажется, я с клубника не брала еще ни разу со сливками. Мне кажется, я брала с депантенолом, которая вот коричневая. Артикул 392, может, и брала. Тоже 0 плюс. Потрясающе. Я его себе оставлю, потому что у меня грейпфрут есть. Ну, действительно, клубника со сливками. Ярко выраженная одушка, вкусненькая, как у карамелек. Прям классно. Оно густое, оно очень медленно. Вот только перелилось. Вам плохо видно, флакон полупрозрачный. Оно густое, оно реально густое. Оно гуще, чем грейпфрут. И важно, что пантенол. Потому что все-таки вот средство для мытья фаберлик подсушивает, конечно, руки. Вообще надо мыть в перчатках посуду, да? Но мы так не можем с вами, да? Так, что-то тут у меня миллион пакетов. Все расфасовано, так было хорошо. Взяла мыло для кухни, устраняющие запахи. Давно его не брала, но тут новый аромат появился. Яблочко захотелось потестировать. Артикул 302.06. Ароматное яблоко. Оно действительно ароматное. Зеленое сочное яблоко. Похож одушка на техно-китс детский шампунь, который зеленый с яблочком. Прям сочное, действительно, такое зеленое яблочко. Класс, вот это я люблю чувствую. Вот это мыло у меня будет теперь мастхевом. Буду брать его частенько. Вот так оно выглядит, девчонки. Опять в одном. Оно действительно запахи устраняет. Запах чеснока, запах лука, когда на доске режешь от посуды неприятной. Оно работает, да? Так, дальше. Взяла кондиционер Сенситив вот такой, потому что он 0+. Подходит как бы и для нашего белья, и для Крестюшкиного. Артикул 118.56. Он классный. Вот от Сенситив из всех кондиционеров, которые остались в Фаберлик после перевыпуска, у меня самое мягкое белье. Вот именно от Сенситив. Другие кондиционеры его делают более жестким, но органы, вот мне нравятся подушки. Здесь очень приятно, еле уловимая. Ну, не еле уловимая, достаточно яркая, это точно одушка, но она практически не остается на белье. Если после органы по всей квартире у меня аромат органы, то здесь нет, здесь все деликатно. Так, дальше, дальше, дальше. Дальше у меня, по-моему, целых 7 штук салфеток, но это, как всегда, теперь в каждом моем заказе. Детских здесь их 50 штук, они гипоаллергенные, 0+. Артикул 17.98, я вам сейчас достану, одну покажу. Надеюсь, 7 штук мне до следующего каталога хватит. Вот этот каталог короткий, кстати, не забывайте, он всего 2 недели, да, успевайте свои заказики делать все. Салфетки большие, хорошо тянутся, они мягенькие, они хорошо пропитаны, они прекрасно очищают и не только нежную кожу ребенка, но и пятна на одежде. Кто-то из подписчиков мне посоветовал реально такой лайфхак, вот там на пуховиках и еще на чем-то, эти салфетки работают лучше, чем салфетки пятновыводитель. И я полностью согласна, они круто выводят пятна, посадили на одежду, затерли, вот эти салфетки почему-то круто выводят пятна. Мне нравится запах всей этой линейки. Сейчас мы извлечем с вами все салфетки в этот набор. Так, еще, это не все, тут есть еще. Вот, 7, да, получается, я заказала. Так, сейчас я все из пакетов вывалю, чтобы уже не шуршать у них в конце концов. Сейчас все-таки в пакетах тьма. А что это у меня здесь, что? Я же заказала пробник, я же заказала зефирки пробник. И совсем про него забыла, девчонки. Вот, пробник, потому что по размеру не стала брать. Кто-то писал, но в основном писали, что не очень. Кто-то из вас написал, что понравилось, непритерное. Ну, из флакона даже не пойму, нравится или нет пока. Сейчас на запястье нанесу побольше. Плохо, что Фаберлик не делает пробники с распылителем. Очень плохо. О, Фаберлик тогда однозначно было бы больше заказов парфюма. Однозначно. Так, нанесла. Слушайте, а интересный, правда. Вот что Мур-Мур мне понравился, что вот этот интересный. Сладкая нотка с ноткой зелени. Очень интересно. Непритерный. Вообще отнюдь непритерный. Есть свежесть. Нету терпкости, нету какой-то тяжелой ноты. Я свежесть. Вот сладость начинает уходить, и остается свежесть. Как интересно. Правда, девчонки. Берите пробники. Слушайте, берите пробники. Я вам сейчас найду артикул его. На коробке нету. 407, 84. Это артикул интересный. На коробке было написано. Так, 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 так. Сейчас я вам найду. Пробник. Так, артикул 341, 97. Артикул пробника. Интересный. Я бы не зефирка это назвала, как-то по-другому. Здесь прям свежесть. Уходит сладость. Она остается на деликатное, непритерное, вкусное. И вот эта свежесть. Сейчас еще попозже с вами посмотрим. Будет раскрываться, нет. Так, еще заказала, конечно же, кетчуп классический. Наш любимый. Любим всей семьей. Да, пупс? Да. Да, мой сладкий. 160-58 артикул. Он очень вкусный. Из помидоров черри. Я про него расскажу. Мне слюнки текут. На самом деле, для меня это самый вкусный кетчуп. Поэтому беру, да. Хотя, и бывают кетчупы для нее тоже. Хотя, бывают кетчупы в магазинах подешевле. Но вот этот вот настолько вкусный. Он без сахара. Ну, сахар-заменитель, наверное, здесь какой-то. Тоже важно. Так, из новинок еще взяла дезики. Так, мужской, женский, мужской, женский. Синий, мужской, я так понимаю. 48 часов. Написано. Будем тестировать, проверять. Артикул мужского 2647. Кул контроль. Вот такой вот синенький. Они здесь опечатаны приходят. Вот, сейчас мы вскроем с вами, потестируем аромат. Свеженький. Ненавязчивый. Похож на хлопок, который сейчас вот. Но какая-то нотка мужская добавлена. Шарики, как вот у дезиков, которые были. Вот, которые я все время беру по 89 рублей. Еле уловимый такой свеженький аромат. Нормально. Сейчас зефирка все перебивает. Пока прям такой яркий аромат. Надеюсь, и стойкий будет. Себе взяла вот такой зеленый попробовать. Это у нас с вами Delicate Green. Зеленый чай, что ли? 25,91. Тоже написано 48 часов. Классно пахнет. Да, чем-то таким зелененьким, свеженьким. Но тоже аромат очень похож на зеленый дезик вот из прошлой линейки. Хотя здесь нет чуть-чуть побольше вот как-то зеленого чая. Не больше такой яркой резкой зелени, а вот зеленого чая. Он деликатный и, ну, для меня деликатный. Для кого-то, опять же, эта одушка будет ярко выражена. Кто-то мне из девочек об этом писал. Для меня это деликатная одушка, потому что я наношу на кожу и чувствую аромат от дезиков, от прошлых. Не знаю, как от этих будет. Несколько минут, все, потом я его больше не ощущаю. Он не перебивает запах парфюма. Если там руками махать, подмышки нюхать, тоже не ощутишь. Если только прям вплотную, да? Вот уже практически на руке аромат не ощущается. Приятненький, свеженький аромат. Так, дальше, дальше, девочки. Я заказала пасту в запас. Одна есть или две? И вот еще одну взяла. 6+, технокитс, груша. Артикул 2359. Это классные пасты, которые очень здорово очищают зубки, не оставляя ни следа налета на них просто. Дочь пользуется уже ими сколько-нибудь? 3-4 года точно. И все very good просто. Пасты отличные. Так, и что у меня здесь осталось-то? Что у меня здесь осталось? Две туши взяла, как я вам и говорила в обзоре каталога. Своей любимой, которая у меня сейчас на ресницах. Но сегодня ее не очень хорошо видно, потому что я экспериментировала. Потом в следующем ролике вы увидите с ресницами. И эта тушь у нас с вами фёст-класс, коричневая. Они сейчас по 199 рублей без скидки, консультанта. Мелочь разговаривает. Артикул ее 5372. Это лучшая тушь в моей жизни. Я могу сказать вам однозначно. Хлоп и ресницами взлетай. Но я выявила у нее один единственный минус. Она быстро сохнет. А девочки некоторые мне в комментариях писали, что зеленая приходит уже сразу и делает комочки. Мне кажется, она сухая приходит. Хотя вроде это новинка в зеленом оттенке. Не знаю, может неправильно хранили. Может быть у зеленой такая структура, я спорить не буду. Но коричневая, девчонки, это лучшая тушь в моей жизни. И Евген Сабо Кабаре вообще нервно в сторонке отдыхает. И все остальные туши, которые я когда-либо пробовала. Она обалденная. Она позволяет наслаиваться. First class. 57 раз. Сколько вам угодно. И сколько вы будете наслаивать, такой длины, объем у вас будут ресницы. То есть у меня вот сейчас два слоя. И то я сейчас была уже на улице, глаза слезились. И она где-то кое-где местами так вот. Куда-то делась, скажем так. Но я говорю, я экспериментировала. Вот сколько я ей уже крашусь. Почти месяц. И вот сейчас она начала подсыхать. Единственный ее минус. И когда она подсыхает, да, она уже из тюбика выдает кисточку даже с какими-то комочками. Если по первости она выдает нам с вами большое количество туши на кисти. Хотя вот сейчас вылезло, кстати, немного. Вообще нормально. То под конец кусочки вот такие вот сухие начинают вылезать. Вот это почти через месяц использования у меня произошло. Я добавила туда мицеллярки. Уже не то. Вы знаете, уже не то. Зачем? Если не нравится. Вот я открыла уже тушь. Буду ей пользоваться. Вторую, наверное, положу в холодильник. Буду там хранить, да. Тушь обалденная. Я в нее влюблена. Я надеюсь, она не испортится и будет такая же крутая. Потому что, ну, я уже не представляю без нее жизни. Потому что даже любимая, любимая Miss Curl, она хуже гораздо. Она тоже крутая. Она делает ресницы длинные, объемные. У нее силиконовая кисточка, как я люблю. Я бы никогда не подумала, что вот такая ворсистая кисть может меня покорить. Нет. Вот видите кусочки на кончике туши. Она много достает. И за счет того, что она достает много, сразу эффект удлинения, объема, в общем, супер. Сейчас практически не пользуюсь тенями, стрелку не крашу, как вы заметите. Потому что вот когда такие ресницы у тебя на лице, все, этого достаточно. Так, ну вот и все, мои хорошие. Вот такой заказ по Фаберлик. Теперь ждем заказ с вами Биоси. Будем разбирать. Будем разбираться с вами, что к чему. Что нам тут компания Фаберлик намудрила. Я надеюсь, кстати, что, может быть, продукция Биоси немножечко станет подешевле и будет выпускаться на заводах. Хотя я уже сейчас в мобильном приложении Фаберлик смотрела. Выпускают продукцию, написано Москва. Специально по заказу Фаберлик. Вот так написано уже в приложении. Может быть, и состав изменится, и продукт изменится. Поэтому, девчонки, кто пробовал уже Биоси, не факт, что то же самое в этих же флаконах будет теперь Фаберлик. Но я надеюсь, что все будет достойно и годно. Пришел новый каталог классный, который у нас уже с вами совсем скоро. С 10-го, с 11-го октября. Да, тут тоже много новинок. Вообще красота. И подарки крутые. Вот, кстати, новиночка будет в подарок. А сейчас у нас с вами крутая акция с 1000 рублей. Поэтому, кто не зарегистрирован, девчонки, такой шанс упускать нельзя. Ссылка для регистрации всегда под видео, всегда на YouTube-канале. Всегда вы ее можете под любым видео найти. Фаберлик дарит 1000. На 2,5 делаешь заказ. Минус 1000, минус скидка. По факту, платишь 1000. Но это круто на самом деле. Поэтому проходите по ссылке, регистрируйтесь. Я с вами обязательно свяжусь. Будем общаться. Подскажу, научу, что да как. Всех люблю, целую, мои хорошие. До скорой встречи. По аромату-то забыли с вами, девчонки. Сладкая свежесть. Но он изменился. Он раскрывается. Он не такой, как первоначально. Ваниль. Но не такая, как в мурмур. Какая-то вот другая, свеженькая. Вкусненькая. Приятная, осенняя, согревающая. И в то же время вот эти нотки свежести. Мне нравится аромат. На самом деле, это не типичный фаберлик. Однозначно. Это что-то новое. Так же, как мурмур. Это не типичный фаберлик. И он до сих пор яркий. То есть, стойкий. Я еще постараюсь, конечно, его подольше, побольше потестировать. Потому что пока он мне нравится, я, наверное, полноразмерку буду брать, слушайте. Если сейчас, конечно, не придут. Ароматы очень крутые, мега-крутые биоси. Классный, классный. Очень интересно. Берите пробними, девчонки.